итак здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас среда 16 февраля давайте посмотрим на графики еврофунта и поговорим о том что произошло и что нас сегодня может ждать мы видим что европейская валюта как и ожидалось укрепила свои позиции против американского доллара в целом заявление о том что россия заканчивается учение военные на границе с украиной и что войска теперь будут отправлены в свои гарнизоны все это привело к росту спроса на рисковые активы и к укреплению европейской валюты британского фунта еще в первую половину дня целом позитивно отреагировали и фьючерсы на американские фондовые индексы и в целом настроение инвесторов были достаточно хорошие акцент был смещен уже на данные по индексу настроения в деловой среде германии еврозоны и в целом показатели где-то может и не дотянули до прогнозов экономистов но оказали но выросли достаточно значительно что указывает на хорошее начало этого года и в целом на продолжение роста европейской экономики вышли у нас данные по изменению объема ввп за четвертый квартал в сша совпаляне с прогнозами экономистов никаких пересмотров не было 0 3 за кварталы 4 6 годовых что в целом собственно и никак серьезно не затронуло рынок затем у нас весь акцент сместился уже на данные по инфляции в сша на индекс цен производителей он вполне ожидаемо подскочил намного выше прогнозов экономистов рост в январе по сравнению с декабрем прошлого года составил один процент и 97 процента годовых конечно это достаточно высокие показатели и видим рынок отреагировал соответственно но укрепился американский доллар но затем очень быстро его откупили в районе 1325 там кстати на туру не обращал внимание в своем вчерашнем прогнозе и рекомендовал открывать длинные позиции напомню что все свои сделки я разбираю на сайте компания инстафорекс аналитики ссылки на них будут также доступны в описании под видео кому интересно можете переходить ознакомиться теперь что касается сегодняшнего дня давайте сразу посмотрим в экономический календарь к британии запланирована с инфляция видим что прогнозируется ее замедление если это будет так конечно это будет хорошо для британского фунта точнее для экономики но если данные превысит прогнозы экономистов и просто у нас продолжится ничего хорошего для банк англии это не будет означать и скорее всего агрессивные меры по повышению процент ставок продолжатся и это позитивно должно повлиять на британский фонд но я уже неоднократно отмечал что повышение процентных ставок во время торможения экономического роста во время ожидаемых проблем на рынке труда все это конечно ничему хорошему великобританию не приведет поэтому и даже после повышения процентных ставок которые у нас были недавно мы не наблюдаем такого резкого роста британского фунта посмотрим мы также за изменим объемом промышленного производства но это декабрьские показатели по еврозоне поэтому просто посмотрим и на этом все акцент больше будет смещен на изменение объема промышленного производства в январьские показатели по сша рост хороший укрепит позиции американского доллара ну и изменение объема розочной торговли в январе видим прогнозируется скачок после замедления на рост в прошлом году если это будет так то конечно это хорошо повлиять на экономику но также это еще больше разожгет инфляцию инфляционное давление обязательно возрастет и конечно же вынудит действовать федеральную резервную систему что опять же все это играет на стороне американского доллара и может привести к его дальнейшему укреплению против евро и британского фонда публикация протокол заседания фрс январьского но мы и так знаем позицию центрального банка не думал что тут какие-то серьезные изменения произойдут кстати в неочередное заседание которое у нас прошло в поддельник все-таки были на какие-то итоги и не принималось решение по изменению процентных ставок поэтому собственно и так спокойно рынке на него отреагировали теперь давайте посмотрим на техническую картину видим что есть у нас сопротивление 1366 поддержка 1325 от них рекомендую отталкиваться думаю по аналогии со вчерашним днем произойдет у нас попытка пробоя 1366 закрепление на этом уровне т.с. сверху вниз все это будет сигналом на длинные позиции и тогда уже восстанавливаемся к 14 фигуре и открывается прямая дорога на 1452 но уже много будет зависеть дальнейших от данных если медведи защищают 1366 либо формируют ложный пробой на 1406 сигнала на продажу но ключевой задачи конечно же будет возврат под диапазон 1325 за этот уровень быки будут активно сражаться так как вполне возможно здесь попытаются выстроить новую нижнюю границу восходящего канала формирование ложного пробоя сигнал на покупку но если никого нету если мы закрепляемся ниже 1325 то в таком случае продаем и ждем уже снижение 1283 и последующий выход на 1235 вдруг в протоколах федеральной резервной системы что-то будет такое чего мы не знаем поэтому не исключено продолжение вот этого нисходящего движения образованного у нас еще с 10 февраля этого года покупать от 1283 можно на ложном пробое либо на отскок от уровня 1235 что касается британского фунта посмотрим за его реакции на инфляцию видим что такие вот жесткие пилообразные движения и торговли сохраняется быки активно защищают 34 35 фигуру и в этом нет ничего удивительного акцент сегодня мы сделаем на 35 28 формирование не сложного пробоя хороший сигнал на покупку ну необходимо конечно быкам выходить выше 35 65 так как долгое время сидеть в диапазоне у нижней границы бокового канала это будет сказываться пагубно на британском фунте если пробиваемся выше 35 65 тестируем сверху вниз этот диапазон то продолжаем наращивать длинные позиции с перспективы 360 2 и 36 40 здесь продажи сразу наскок с коррекции 1 при первом тесте 20 25 пунктов внутри дня если медведи защищает 35 65 либо никакой активности на 35 28 нету выходит у нас достаточно убедительные данные по инфляции великобритании то закрепление ниже диапазона сигнал на продажу и идем обновлять тогда вчерашние минимумы недельные прорыв 3 4 96 прямая дорога на 3 4 65 и 3 4 34 от этих уровней можно при первом тесте посмотреть покупки с коррекцией 2 за 25 пунктов внутри дня всем удачи в следующий раз